друзья всем большой привет сегодня нахожусь на проверке автомобилей из европы заказчик из краснодара посмотрел уже проверил полностью этот замечательный автомобиль это рено меган 4 в комплектации gt line 2017 год полтора литровый дизель к 9к на 110 лошадей на роботе и dc сухими сцеплениями и продолжение этих live видео на обзоры машин то есть сделаю после проверки под для клиента сделаю вам небольшой такой экскурс экскурс по автомобилю цена автомобиля полтора миллиона полтора миллиона на январь 2022 года такой интересный автомобиль оригинальный пробег 152 тысячи километров красивые такие темно-серые колеса накладки на зеркалах у нас стеклянная крыша с большим люком и так давайте покажу как выглядит gt line в реальности чем отличается от своих собратьев того же интенса или комплектации balls и так начнем с передней части давайте посмотрим итак это отсутствие противотуманных фар есть такие вот воздухозаборники есть лет фары лет фары лет перв vision сейчас еще сейчас дождь идет конечно но такие хорошие фары которые дают хороший цвет цвет хромированные накладки на радиаторной решетки абсолютно другая вот это вот сетчатая решетка с такими не знаю как правильно обозвать с экологическими отверстиями виде сот видим да то есть у нас радар место значка есть адаптивный круиз-контроль очень красивый такой белый перламутр цвет ну знаете надо что такое перламутр такая черная стеклянная крыша это большой люк открывается есть проекция потом в салоне я вам покажу шильдики gt line говорящего комплектации еще раз повторюсь такие вот цвет литых дисков они определенной той же формы для gt line а эти накладки на зеркала заднего вида есть повторители также у нас рейлинги цвет вот этих зеркал и колес они такого вот мокро асфальт светлый потому что обычно рейлинги они такие алюминиевого серебристого цвета есть бесключевой доступ хромонакладки контроль слепых зон зеркалах интересный красивый автомобиль 17 диаметр колеса сзади тоже есть небольшие изменения по юбке по заднего бампера нижней то есть они тоже вот здесь так такая уже сеточка как на передней на переднем бампере воздуха такие разделители не знаю как правильно их обозвать то есть на юбке на нижней части заднего бампера партроники в круг лет задние фонари также шильдик что это gt line самое интересное начнется в салоне этого автомобиля это сиденье большой просторный ряд ой здесь не ряд большой просторный багажник с большим литражом универсал это очень универсальная машина также красивая форма кузова накладка на трубе выхлоп выхлопа машина у нас на зимние липучки full да давайте вам покажу сейчас салон так дверные карты такие вот под карбон вставки синие у нас есть подсветка как и в комплектации боус интенс в картах дверей и она меняется а также центральном туннеле подсветка и самое кайфовое это его сидение рекара такой большая поддержка как спортивных машинах то есть очень удобно в ней усесться очень сильно так вот прям приятно фиксирует спину пятую точку чтобы вы никуда не уехали алькантара настоящая салон в идеале пробег 152 такие вот синие строчки на руле есть адаптив также есть строчки на селекторе переключения на роботе передач подогрев сидений зимний пакет есть что немаловажно для россии жека приборная центральный колодец проекция она отображает скорость знаки следит за полосами самое интересное это у нас люк механическая шторка вот открывается так вот люк есть такая же тоже типа москитки чтобы камень не прилетел в кого-нибудь не дай бог большой люк давайте его закроем еще раз строчка везде вот эта синяя на подлокотнике на чехле селектора на руле и на самих сиденьях так датчик дождя все это присутствует большой планшет также здесь то тоже везде синяя строчка подсветка в картах дверей задний ряд тоже с выраженной боковой поддержкой спины и пятой точки и вот красивый салон давайте вам покажу быстренько подкапотного пространства здесь никаких видимых отличий с другими машинами вы не найдете то есть больше это фейслифтинг такой это юбки бамперов вставки бампера накладки машина значительно симпатичнее полуторолитовый к 9к мотор на 110 лошадиных сил даже не начал вам рассказать в одни в роликах про меганы все одно и то же кстати бывают они и с двигателем 1.6 р 9м но там другая история едет тот намного веселее но и у этого хорошие показатели сейчас я проедусь и покажу вам как работает коробка как он устойчив на дороге давайте прокатимся сейчас сяду на этот водительское место и проедем сейчас пристегнусь и поедем так друзья ну вот я нахожусь за рулем этого замечательного универсала кстати еще раз покажу у нас даже время к безопасности есть синяя строчка что говорит о комплектации так включим включил уже селектор воды ну и проедемся сейчас покажу вам как машина разгоняется на самом деле меган является хорошим автомобилем с хорошей шумоизоляции свои деньги значит кузов нас оцинкованный потребляет мало количество топлива дизельного в городе имеет хороший крутящих момент 260 ньютонов на метр это больше чем mazda 6 25 мотором и у камри там любом кузове с 25 мотором и так начали движение проекция отображает скорость знаки полосы кладки и тормоза прошу вас не сравнивать какими-нибудь audi mercedes имеет этот автомобиль потому что это все равно скажем бюджетный c-класс автомобиля не премиум робот работает очень хорошо быстро сейчас будет прерывистый обгоним машина легко набирает скорость разгоняется и хорошо тормозит сейчас выйдем на центральную дорогу я вам покажу как он разгоняется сильно тоже гнать не будем ну скажу вам этого мотора за глаза городе и на трассе поэтому не надо писать что полтора полутора литровый дизельный мотор это мало не забываем это очень крутящий момент по сравнению с атмосферным бензиновым мотором сейчас прервусь потому что человеку другого региона было длительное время не стронуться не повернуть так ну наконец-то не прошло и пяти минут автомобиль перед нами стронулся сейчас я разгонюсь хорошо она подрывает вам скажу понятно что это не трехлитровый какой-то дизель или четырехлитровый бензин но на мой взгляд машина очень неплохая и устойчивая то есть ее как-то раскачать не представлять возможно кстати в джетилайне чуть-чуть короче подвеска на два сантиметра чем в обычных комплектациях интенс или боус на этом друзья закончу видео надеюсь вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь всем всего хорошего всем пока